Друзья, всем привет! Сегодня мы будем готовить необычный десерт с украшением и изомальта. Изомальт продается вот в таких упаковках. Белого цвета взять нужно ковшик с толстым дном и растапливаем его. Периодически помешиваем. У нас должна образоваться вот такая шапочка с пузырьками. А потом она уже осядет. Убираем ковш с огня. Но не забывайте, что оно быстро застывает. И нужно его постоянно вот так вот ставить, чтобы оно подогревалось. И это уже у нас готово для декора. У меня вот такая силиконовая форма. Я перевернула и сверху делаю вот такие вот узоры. И просто ложкой обмакиваете в изомальт и вот так вот по кругу распределяете. Изомальт можно подкрашивать любыми цветами. И это низкокалорийный растительный заменитель сахара. Можно даже кушать и диабетиком. Изомальт застывает очень быстро. Сделать можно разные узоры. Я сегодня хочу показать вам два способа. Друзья, если у вас нет таких силиконовых форм, возьмите любую полусферу. Накройте пищевой пленкой и можете работать вот таким образом. И вот наш изомальт уже застыл. Застывает, я как сказала, очень быстро. И теперь, пожалуйста, посмотрите, как оно быстро выходит из формы. И получаются у нас разные-разные узоры на этих украшениях. Необычно и очень красиво. Будем использовать мы их для нашего десерта. И я уверена, что и у вас так получится красиво. И мне нравится работать с таким декором. Я взяла по-быстрому печенек, какие у меня были. И сейчас из этого печенья сделаю десерт. Берем любой крем. У меня взбитые сливки с крем-чизом. Делаю в середине капельку такую, чтобы можно было приклеить. И крепим наш декор поверху. Также можно испечь песочные печенья такие, круглого размера. И оно будет смотреться очень оригинально. И в следующий раз я попробую так сделать. Вот таким образом у нас смотрится. Сверху теперь делаем такой небольшой завиточек. Насадка у меня звездочка полуоткрытая. И теперь можно украшать любыми ягодами, какие у вас есть. У меня здесь персик консервированный. Итак, друзья, посмотрите, какой у нас получился необычный красивый десерт. Украшаем зелеными листочками мяты. Украшала красной ягодой и смородиной. И смотрится очень красиво и вкусно. Теперь я еще хочу предложить вам другой способ украшения. Это уже форма будет на палочках. Такие леденцы, конечно, любят дети. И сейчас без цвета делаю. Наливаю прям ложкой в круглую полусферу. И вставляю вот специальную эту палочку для этого. И украшаю сахарными бусинками любыми. Несколько леденцов я хочу подкрасить. Сухими попробовала. И нужно очень много сыпать. Мне это очень не понравилось. И поэтому я капаю одну капельку красного цвета джелевого. И очень хорошо подкрасилась. И этот вариант мне больше понравился. Я сделала вот такой вариант. Капнула в середину изомальт и вставляю сахарную бусинку. И потом уже буду заполнять весь цветочек этот. Ну а другой вариант я буду просто сразу заполнять изомальтом цветок. И потом уже сверху я буду вот в серединку ставить сахарную такую вот бусинку. Некоторые цветы у меня будут без палочки. Это для украшения тортов или пирожных. Вот смотрите, что у нас получилось. А также можно уже на готовом изделии ставить в середину сахарную бусинку. Берете пинцетом бусинку, обмакиваете в изомальт и приклеиваете в середину. Как я вот делаю сейчас. Друзья, из изомальта можно готовить необычные и очень красивые изделия. И я постараюсь вам что-то новенькое приготовить. А я вам желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал. И всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!